ребят всем привет меня зовут юля сегодня у нас с вами будет ролик на новогоднюю тематику ничего такого я еще не снимала и сегодня я подготовила для вас несколько простых лаконичных при этом элегантных женственных и очень красивых образов которые вы сможете применить для себя на новый год если вы еще пока не закупались платьями либо же некоторыми деталями потому что у нас здесь будут также и брюки то можете посмотреть мой ролик и немного вдохновиться ну и этот ролик я буду снимать совместно с украшениями от бренда ювелирочка с ними я уже работала и сотрудничала ранее показывала вам эти украшения и сегодня покажу вам нечто новое и очень очень красивая это уже наша третья совместная работа с ювелирочкой как всегда я получаю украшение прекрасного качества и внешнего вида поэтому хотела бы немного вам еще больше рассказать о ней вместе с каждым украшением помимо подарочного пакета вам Также идет сертификат. В этом сертификате прописаны все рекомендации по поводу ухода за украшениями. Также рассказывается о том, какой пробуете украшения. И сегодня я вам покажу серебряные и золотые украшения в этом видео. Ну и также неизменно каждому украшению идет подарочная упаковка и пломбочка, на которой написана вся информация по поводу этого украшения. И, конечно же, в каждом ролике я не могу оставить вас без какой-либо дополнительной выгоды, помимо того, что я вам предлагаю контент. Поэтому переходите внизу в описание, там указана вся полная информация, ведь ювелирочка дарит скидку каждому моему подписчику 15% при покупке от 2299 рублей. Для этого достаточно воспользоваться промокодом, который находится внизу в описании. Инструкция точно также находится там. Ну а прежде чем мы приступим к моим образом и также прежде чем я вам покажу украшения, я бы по традиции хотела пригласить вас в свой инстаграм. Потому что я там не появляюсь гораздо чаще, выкладываю истории и теперь я буду звать, скорее всего, даже вас не в свой личный инстаграм, а в инстаграм своего бренда. И в этом ролике, кстати, я вам также покажу платье уже из своего бренда. Поэтому переходите, поддерживайте меня и также там я делюсь какими-то своими новостями и в целом рассказываю про свой путь создания бренда. Если вам интересно, переходите, спрашивайте, задавайте вопросы, я всегда буду рада новым подписчикам. Ну а мы будем приступать. Это может показаться странным, но в этот раз я решила отойти от привычных пониманий своих украшений. И да, я выбрала не только сережки, также я выбрала серебряную цепочку и очень красивую подвеску, которая сочетается с сережками, которые я заказывала ранее в ювелирочке. И они составляют как будто бы полноценный комплект. Именно поэтому в первом образе с шикарным изумрудным зеленым платьем на запах я использовала именно эти украшения. Потому что платье невольно привлекает и так внимание к декольте. И за счет того, что цепочка очень тонкая, она красиво переливается и делает больше акцент на камне. И соответственно, конечно же, с переливанием этого камня хочется посмотреть также и на серьги. Мне кажется, получился идеальный дуэт в плане вот этих украшений. Ну и, конечно же, трио в плане того, чтобы сочетать эти украшения вместе с красивым зеленым платьем. Второй образ точно такой же, только я решила сочетать те же самые украшения с другим черным платьем. И да, кстати, это платье пробный образец тех платьев, которые, кстати, я уже отшила. На данный момент уже отшила и уже они у меня есть в наличии в моем бренде. Поэтому переходите и смотрите. И в какой-то момент, когда я посмотрела во время примерки, я решила, что все-таки, скорее всего, этот образ будет смотреться лучше только с сережками. Потому что сама цепочка немного длинновата для этого платья и камушек ложится на само платье. Поэтому я решила ставить акцент только на ушах и только на блеске сережек. Зато, зато в следующем образе с квадратным вырезом этим тоже красивым платьем. Кстати, хочу сказать, что оно офигенное в плане того, что сзади выглядит как будто бы фотошоп. Увеличивает форму в плане ягодиц на ура. И мне нравится, что спереди нет вот этой стяжки, потому что у многих есть такие платья, они мне не нравятся. Мне нравится то, что спереди платье выглядит как платье. И здесь я уже решила использовать только цепочку вместе с подвеской, без сережек. Иначе бы получилось какое-то нагромождение. И в этом плане мне кажется, что я действительно угадала. И выглядит это все красиво и лаконично. Идем с вами дальше. И далее я решила сменить полностью образ и оставить те же украшения. То есть остаться только с цепочкой. Потому что она прекрасно сочетается с вот этим корсетом. Ну, честно признаюсь, этот корсет неудобный для меня, потому что он постоянно сползает вниз. Но я решила вам показать образ, потому что если что-то неудобно для меня, то не факт, что это неудобно для вас. И образ просто превосходный. Особенно в сочетании с этими коричневыми брюками, которые сидят просто идеально. Брюки, кстати, из бершки. Возможно, что вы их еще можете купить. Возможно, что они еще есть в наличии. Посмотрите обязательно, если вам они понравились. И оцените в целом этот образ. Камушек на шее переливается красиво, сочетается, подчеркивает женственность. И в то же самое время есть какая-то строгость в этом образе. Я в него просто влюблена. Следующий образ также похож на предыдущий, только я сменила топ. Этот топ для меня гораздо более удобный за счет того, что он держится хотя бы на лямках. И мне очень нравится вот этот треугольный вырез. Этот топ хлопковый, легкий, за счет чего создается такая воздушность. И за счет вот этой вот детали, в виде V-образного треугольника и выреза, он дополнительно подчеркивает внимание на декольте и на украшения в целом. И точно так же этот топ красиво сочетается вместе с брюками. Визуально создавая еще более узкую талию за счет того, что делает верх немного более массивным. В целом смотрится лаконично, то есть не перебор. Поэтому, в принципе, мне этот образ тоже нравится. Идем с вами далее. Далее у нас образ провокация. Я скажу честно, этот топ тоже не особо удобный. Возможно, из-за того, что у меня маленькая грудь. Потому что ты чувствуешь себя каждый раз на грани, немного рискованно. И хочется затянуть его повыше и потуже, для того, чтобы ничего не произошло критичного. Но, кстати, его можно завязать, скорее всего, несколькими способами. И если у вас есть такой, возможно, он будет поудобнее. И, может быть, вы заказывали другой. Расскажите, пожалуйста, о том, как он вам вообще в носке. И здесь я уже решила сменить украшение и использовала золотые сережки в виде треугольника. Очень интересны эти сережки за счет того, что они являются трансформерами. Потому что ты можешь носить как просто отдельно маленькие гвоздики, так и гвоздики с этими треугольничками с матовой стороной вперед, так и с глянцевой стороной вперед. А можете вообще замиксовать, чтобы одна сторона была матовая, а другая глянцевая. Я вам покажу это все далее на примерах. Ну и в целом, оцените этот образ. Мне нравится сочетание изумрудного с коричневым. Прям, мне кажется, идеально. Простой, тем не менее, красивый, лаконичный образ. За счет того, что на самом платье есть уже акценты и сережки дополняют это все. Я использовала точно так же полноценную вариацию этих сережек. Это платье у меня с шеей похожее на то, которое было ранее в Заре. Возможно, Зара у кого-то тоже его украла. Но образ смотрится легким, простым. Единственное, что да, платье немного велико. Хочется его чуть подушить или же закрепить лямки, чтобы они не спадали, чтобы не было некоторых недоразумений. Ну а так образ за счет блеска в ушах и блеска на платье смотрится уже полноценным и завершенным. Следующий образ для тех, кто любит максимальную простоту и лаконичность. Потому что здесь я использовала простое прямое белое платье комбинацию. И точно так же сократила сережки до размера всего лишь маленьких гвоздиков. И что я сделала в качестве необычности этого образа? Я надела сережки одну основанием, в общем-то, вниз, а другую уголочком вниз. Чтобы они смотрели симметрично, как будто бы перевернутые. За счет этого тоже создается некоторый шарм и игра в плане образа. Потому что сам по себе он довольно-таки простой. Ну и завершающий образ довольно тоже простой. Именно белый. Ну и почему я использовала много белого, да, за счет того, что у нас тут какой-то голубой-белый тигр. Скажите мне, пожалуйста, как правильно. Потому что сейчас конкретно я не могу загуглить. Поэтому напишите об этом в комментариях. Я решила использовать по максимуму светлые образы. И в завершении всего этого я решила использовать просто классическую белую юбку. И белый переливающийся пилевой топ. Мне нравится сочетание различных фактур, и что не весь образ блестит в целом и переливается. Ну и также серьги завершают весь этот образ и дополняют его. При этом оставляют какую-то простоту и лаконичность. Что ж, ребят, на этом ролик подходит к концу. И я бы хотела услышать ваше мнение относительно того, схожи ли наши вкусы или нет. Потому что абсолютно спокойно я прекрасно осознаю, что некоторые образы вам могли не понравиться, показаться слишком простыми или наоборот слишком сложными, какими-нибудь наляпистыми. Поэтому любое ваше мнение я буду рада услышать внизу в комментариях. Давайте пообщаемся с вами там. Ну и не забывайте о том, что я вас неизменно очень сильно люблю. Мы с вами увидимся в одном из следующих роликов. Я вас целую. Пока.